На днях республиканской газете Кискилл исполнилось 81 год. В течение восьми десятков лет газета не перестает радовать интересными и полезными материалами, вести работу по пропаганде чтения, популяризации детских изданий и поощрению семейного чтения. И мы рады представить вам главного редактора газеты Юна Севера и Кискиллл, Евдокия Юрина Сеева. Доброе утро, Евдокия Семеновна. В первую очередь, примите наши поздравления с днем рождения, 81 год, такая немалая цифра. А скажите, когда вышел самый первый номер газеты? Да, вы правы, первый номер газеты «Будь готов, Кискиллл» был издан в 1936 году, именно 15 мая. Это день выхода первого номера. Сейчас можно увидеть этот номер первый? Да, вот этот номер у нас хранится в музее детской прессы при нашей редакции и в библиотеке, национальной библиотеке можно увидеть. А в каком году «Будь готов» был переименован в другого, в Кискилле, когда появилась Юна Севера? Да, и по сей день наша газета является единственной государственной газетой на северо-востоке страны. Это наша гордость. Действительно, 81 год нашей газете. И читают это газеты якутскоязычные дети. И поскольку в нашей республике не было изданий для детей газет и журналов на русском языке, наша мудрая Нина Рекентьевна Протопопова, главный редактор, еще в 1988 году добилась, чтобы газета дублировалась. Это значит, переводили «Белембол» и вышло в 1988 году первый номер газеты «Будь готов». А потом в 1990 году, уже к осени, эти газеты стали самостоятельные. Газета «Белембол» стала Кискилл и «Будь готов» стала Юностью Севера. Материалы были разные. Да, вот такие исторические. А кто сейчас у вас автором является? Да, вот дети, кто пишет вообще газеты. Да, наши газеты предназначены для детей школьного возраста. Это значит, тот, который научился читать, может уже спокойно выписать наши газеты и читать и на якутском, и на русском языке. Для школьного возраста вплоть до окончания школы. Почему стала Кискилл? Отказались от этого имени. Название обычно спрашивают. «Будь готов», «Белембол» пионерские газеты были. Предназначены для детей возраста 12-13 лет. А Кискилл – это для школьного возраста с 1-го класса по 11-й класс. До 18-ти лет сегодня наши юные корреспонденты пишут, общаются. Они имеются в виду, понятно, что есть взрослые, которые пишут некоторые статьи, но, может быть, и дети тоже являются сами авторами. Да, у нас основная масса – это читатели, дети, юные корреспонденты. По всей республике у нас есть около 200 юнкоровских постов. И там занимаются разного возраста дети. Есть малыши, которые еще не стали юными корреспондентами, и уже есть, как говорится, матерые корреспонденты, будущие журналисты. И вот мы спокойно можем сказать, что вся пресса Якутии, нашей республики – это бывшие наши юные корреспонденты. Выращенные из этой газеты, да. А что интересно современным ребятам, о чем они пишут, на какие темы? Да, вот такие вопросы частенько задают. И мы раньше слышали, говорили, юное поколение, но разное, развитое, совсем другие, как мы обычно и мы слышали, и сейчас мы слышим. Да, это, да, вопрос жизни, вопрос развития общества, да. Если у нас были тогда радио и телевидение, мы дети телевидения, первая пора, вот 70-е, 80-е годы – это подъем как бы интереса к телевидению. А сейчас что? Интернет, телефоны, смартфоны, сайты, мобильные приложения. Вот эти дети, естественно, отличаются. Но это уже мы идем по развитию, и общество нисколько не меняется, просто развивается. Дети пишут обо всем. В том числе и об интернете. Да, об интернете тоже пишут. У нас есть специализированные полосы. Да, у нас в конце, по-моему, рубрика была про компьютерные игры, как раз таки, про приставки. А вот любопытно, получают ли юные корреспонденты гонорару? Да, обязательно. Поскольку человек это создает какое-то свое усилие в виде работы творческой, пишет какую-то, дает информацию какую-то, обязательно это вознаграждается. Если они предоставляют документы так же, как их родители, вот ИНН, паспортные данные, свидетельства, имя, фамилия, отчество, все это, естественно, оплачивается. Правда, гонорар небольшой, 250 рублей на одну страницу, но они могут поднакопить, и в течение месяца у нас очень хорошо пишущие журналисты зарабатывают 500, 600, 700 рублей. Ну, чем больше пишешь, тем больше получаешь. Ну, главное, конечно же, опыт. И вообще, то, что моя статья опубликована в газете. Да, это республиканская газета. Ее читают вместе «Юность Севера» и «Кискилл», если так посчитать, около 6 тысяч подписчиков. 3 600 с чем-то на сегодняшний день подписчиков имеет газета «Кискилл», и около полутора тысяч имеет газета «Юность Севера». Плюс еще розница. А тираж какой тогда вообще? Тираж, вот я сказала, 3 670. 3 670, ага. А в свободной продаже бывают такие газеты? Да, в свободной продаже думают, что этой газеты бывают очень много, но никто особо сейчас рисковать не может, поэтому розница очень маленькая. Там в одном «Кискил» может быть 5-6, ну, от силы 10. Да. Ага. Ну, любое печатное издание, оно, как правило, вот особенно в последние годы, да, претерпевает какие-то изменения, да, вот ваши газеты, вот. Какие изменения вот коснулись или в будущем планируются? Да, да, мы, конечно, мы ежегодно стараемся меняться. Мы проводим, поскольку мы не только сидим, пишем там, обрабатываем письма детей, да мы проводим массовую работу. Это значит слеты, конференции, встречи с детьми, ездим в командировки, организовываем массу конкурсов, которые вознаграждаются, естественно, рисунки, поющие, танцующие, пишущие. Вот недавно мы завершили большой конкурс по политологии. По юности Севера мы провели конкурс сам себе режиссер, дети делали видеоролики, отправляли, и в финале участвовало у нас 24 команды. Это в финале, да, и вот мы подвели уже итоги. Все это есть в газете у нас, есть у нас на сайте. У нас появился сайт, Кейс Скилл называется, спокойно можно зайти, посмотреть кое-какие произведения, кое-какие работы конкурсные. Что же довольно-таки любопытно, нам нужно обязательно зайти на ваш сайт, почитать заметки ребят. А лучше всего выписать газеты. А лучше всего подписаться, да, на эти газеты Кейс Скилл и Юна Сирио. Поздравляем всех читателей и юных редакторов газеты Кейс Скилл. С днем рождения. 81 год, такая дата. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Приходите к нам чаще.